Всем привет! Сегодня хочу высказать свое мнение не о прогнозе каком-либо, не о ставке, а о том, как погиб Коби Брайант, известный баскетболист, два дня назад он разбился вместе с дочерью на своем вертолете, и началась всеобщая истерия. Я эту стерею не поддерживаю, я считаю, что Коби виноват сам, и не надо тут ныть, плакать, о блядь, пиздец как. Слушайте, ну Коби Брайант был хорошим баскетболистом, да, он был хорошим баскетболистом, и все на этом. Почему я так высказываюсь? Я вам объясню, Коби Брайант, он все время летал только на вертолетах, он даже не ездил на машинах. Не ездил на автобусе с командой, он летал на тренировке, везде, вообще по делам, только на вертолетах. Это со временем переходит в Лос-Анджерс Лейкс, ну это было где-то около 20 лет, 20 лет он подряд летал на вертолете, и разбился с дочкой, вот, два дня назад, он тоже на вертолете летел с дочкой. Слушай, если у тебя мозги есть, блядь, если у тебя есть мозги, блядь, то ты должен понимать, что вертолеты, они бьются очень часто, это не самолеты. Вертолеты бьются и падают очень часто, правда, не всегда там погибают люди, но то, что они падают часто, это правда. Они не так управляемы, как самолеты, с вертолетом очень сложно управлять, и там очень много неисправностей. Если вертолет, он поломался, он просто летит камнем вниз, можно сказать так, ну, немного планирует, но летит камнем, но вертолеты ломаются невероятно часто, и очень много людей гибнет именно на вертолетах. Поэтому, если у тебя были бы мозги, блядь, а у Коби не было мозгов, видимо, то ты должен был понимать, что за 20 лет наверняка будет какая-то поломка твоего вертолета, и ты наебнешься. Но нужно было чуть-чуть думать, когда ты свою дочку тоже сажал в вертолет, должен был тоже думать, что башкой, блядь, своей, блядь, тупой, что у тебя башка действительно была тупая, блядь. Да, ты хорошо играл в баскетбол, вдохновенно играл в баскетбол, но, сука, блядь, как можно было 20 лет летать только на вертолетах, в довольно-таки опасном виде транспорта. Вот, это вот по поводу, блядь, всей этой авиакатастрофы, да. Ну, а теперь по поводу всего этого воя, блядь, лицемерия, блядь, там весь мир там скорбит, о, блядь. Слушайте, было гораздо больше величайших людей, блядь, в мире спорта, блядь, о котором так не плакали. Ну, допустим, вот, в автокатастрофе разбился футболист Реал и сборная Испания Рейс, да, по-моему, полгода назад, да. Йохан Кроев умер. Йохан Кроев гораздо был круче, чем Коби Брайант, это однозначно, потому что Йохан Кроев это была глыба, целая глыба, да. И в США даже не знают, кто это такой. Никто ни конем, ни каких там травмных мероприятий не проводил. Слушайте, много людей, которые просто погибли. Знаменитый Горинчо, бразилец Мане, он тоже умер, по-моему, в этом доме престарелых, никто о нем не знал, да. Много великих людей просто умерло. Йохан Кроев, он умер от рака, он ничего не мог с этим здесь сделать, да. А Коби Брайант, он погиб по своей тупости. Да ему никто не виноват, у него не было рака, он умер, он погиб по своей тупости, из-за своей тупой башки. Потому что нельзя было летать на вертолетах. Это правда, потому что нельзя было так часто летать на вертолетах. Нужно было думать, что рано или поздно твой вертолет наебнется, если ты постоянно на нем летаешь. Много было великих людей, которые умерли, погибли. Это правда. Ну и что, никто не по этому... Вообще, мне это на истории напоминает, помните, как 11 сентября, когда, блядь, США прямо на себя, блядь, направили самолеты, блядь, и потом все плакали. Ой, блядь, как плохо, блядь, две башки-близнецы снесли, ой, как плохо. Вот, примерно такая же лицемерная, лицемерный вой, блядь, сейчас происходит. Ну, погиб, погиб. Я повторяю, Коби Брайан погиб из-за своей тупости. Это он виноват. И не надо, блядь, устраивать этот вой. Потому что, ну, если бы это была какая-то гибель, там, человек сел на самолет, да, и... Трагически, не от него это все зависело. Но если человек постоянно летал на вертолетах, ну, сука, блядь, у тебя мозгов не было, ёпта, блядь. Действительно, потому что вертолеты падают очень часто. Вот, в общем, и очень много известных людей погибли на вертолетах. Ты должен был своей башкой хоть чуть-чуть думать. Поэтому, в принципе, никто из вышестоящих лиц часто не летает на вертолетах. В общем, тот же Медведев или Путин могли постоянно с одной точки на другую летать на вертолетах, но они ездят почему-то на кортежах, потому что они все это понимают, блядь. Ну, Коби, блядь, мозгов не было, видимо. Вот, вот такая история, блядь. Вообще, мне все лицемерие не нравится, потому что очень много людей, которые... Которые просто гораздо выше по уровню, чем Коби Брайант. Но о них никто так не понял. Вообще, Америка, она сама по себе лицемерна очень. Они только плачут по своим героям, блядь. Все. А весь остальной мир их нахуй не интересует. Или, допустим, сегодня, блядь. Весь мир празднует день памяти Холокостя. Шесть миллионов евреев погибло. Ну, блядь, ёпта, а во время войны русских погибло. Двадцать миллионов. И что, блядь. Никто это не интересует. Все только, блядь, говорят, о, блядь, это Сталин виноват. Да почему-то Сталин, блядь, ёпта. Последние десять миллионов-то просто, блядь, немцы уничтожили. Просто в бараках, блядь, подожгли этих десять миллионов русских. Все. Это такая же правда. Но никого это не интересует совершенно. Так же, как и не интересует, что, блядь, тридцать миллионов китайцев и японцы просто уничтожили. Они просто закапывали в землю, блядь. Это есть кадры, это. Вот. Но, опять же, никого это не интересует. Интересует только, блядь, шесть миллионов евреев. Правда, по некоторым источникам там всего один миллион евреев было, да? Ну, это, опять же, никого не делал. Ну, вот, как антисемитизм. Блядь, там, кроме евреев, блядь, уничтожали. Уничтожали еще и цыган, блядь. Ну, про цыган никто ничего не говорит, блядь. Уничтожали также и русские, блядь, которые также увозили. Вот. Поэтому весь мир лицемерие. И, ну, разбился Коби Брайан. Ну, и что? Ну, хорошо. Молодец. Блядь, а я повторяю, он разбился за своей тупости. Поэтому... Жалко, не жалко? Я об этом не думаю. Особенно. Я, наверное, скорее, похож больше на китайцы, которые очень легко относятся к смерти. Я готов к своей смерти каждый день. И считаю, что это нормальное завершение жизни любого белкового существа. А я человек белковый. И я рано или поздно умру. Это абсолютно нормально. И мир продолжит жить без меня абсолютно в нормальных условиях. И абсолютно не заметить ни моей смерти. Вот. Поэтому вот такое мое мнение. Для меня лично вот гораздо больше была смерть Йохана Кроев. Потому что я был величайший игрок, величайший тренер. Вот. Да. Это было для меня. Для меня была гораздо больше смерть, допустим, фигуристка Транькова, по-моему. Это, по-моему, лет так 25-30 назад. Да. Он умер во время тренировок. У него был сердечный приступ. Да. Вот. Многих других тоже. Горинчи, когда умер. Для меня это была, конечно, трагедия. Вот. Ну, а Коби Брайант. Ну, да, хороший баскетболист был. Наверное, входит в топ лучших баскетболистов. Баскетболистов мира. Ну, на этом все. Думаю. Мир переживет это. Скоро этот нычё закончится лицемерно. И все придут к своим делам. Всем пока. Пишите свои комментарии по поводу гибели Коби Брайанта. Пишите свои комментарии по поводу гибели Коби Брайанта.